Сегодня в Малом зале Дома правительства составилось торжественное мероприятие по награждению победителей и призеров конкурсов педагогического профессионального мастерства. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией формат конкурсов был немного изменен, но тем не менее члены жюри выявили лучших учителей и воспитателей дошкольных образовательных учреждений. На церемонии награждения побывал и Алихан Лепшоков. Ваш труд поистине титанический. Хочется выразить свою благодарность за то, что вносите огромный вклад в формирование будущего наших детей, отметил поздравляю всех виновников торжества первый заместитель председателя правительства Карачаева-Черкесии Руслан Тамбиев. Подобные конкурсы позволяют педагогическим работникам отменяться опытом и выработать новые практические навыки. Мы не отказались от проведения конкурса на территории Карачаева-Черкесской республики, но жизнь и коронавирус внесли свои коррективы. Поэтому большая часть мероприятий конкурса проходила в дистанционном формате. Я хочу отметить, что этот формат стал также приемлем, он был не менее интересен и в какой-то степени даже поучителен для членов жюри, комиссии в том числе и для самих педагогических работников. Когда со стороны на себя можно несколько раз посмотреть. Почетными грамотами и ценными призами были отмечены педагогические работники по трем конкурсам. Воспитатель года, лучший руководитель дошкольно-образовательной организации и учитель года. Учителем года в этом году стал педагог физической культуры среднеобщеобразовательной школы номер 10 Черкесской Михаил Кузнецов. Его метод обучения и умение находить общий язык с детьми покорили членов жюри. Ощущения непередаваемые. Я горд за себя, за свою работу, за свой вклад в эту работу. Недаром не спал неделями, работал, трудился, но добился своих результатов. Дошкольное образование – это является первой ступенью формирования человека как личности. Поэтому лучший воспитатель – это тот, кто живет своей профессией, уверена победитель конкурса «Воспитатель года» Елена Титаренко, которая работает воспитателем в детском саду Станицы Зеленчугской «Золотой ключик». Да, это действительно по велению сердца. В детском саду работаю уже 26 лет. Мне нравится моя профессия, я всю душу отдаю детям. Результат моих трудов – получение грамоты и дальнейшее представление республики. Лучшим руководителем дошкольной образовательной организации признана Светлана Биджева, директор Центра развития «Мамонтенок» в Черкесии. Поведители регионального этапа конкурсов теперь будут представлять нашу республику на всероссийском уровне. Алихан Эпшоков, Рашид Токов, Вести, Карачаево, Черкесия.